Да, у нас сегодня интересный день, потому что, во-первых, а, в 6.30 утра, как я понял, жители, кто из вас в севере, не на севере, в центре живет? Многие проснулись от сирены, а за АК, как принято навредить и говорить, ла ришона, мне так нравится в новостях, они любят драматизировать, они такие, знаете, начинаются новости, они такие, ла ришона, типа впервые, ну, это действительно впервые, была запущена ракета с Ливана в центр. То есть, до этого момента, в основном, туда летели ракеты, кого? Хамаса, которых уже почти нет, фактически нет, давайте говорить, как есть, спустя год потенциал Хамаса полностью уничтожен, прилетали беспилотники, там, хуситов и так далее, но ракеты с Ливана никогда не прилетали, то есть, это как бы, в кавычках, исторический момент, в том плане, что вот впервые и на Тель-Авив, ну, и на Тель-Авив, непосредственно говорят, что он там целился в Глилет, Глилет находится, штаб-квартира Моссад, ну, в центр. Ракета, как вы понимаете, это необычные вот эти вот ракеты, у Хизбаллы есть разные ракеты, пока еще мы сегодня поговорим тоже про Арсенал, и эта ракета, если вы подписаны на мой телеграм-канал Тимур Лайф, то я прямо вот писал утром, согласно исследовательскому центру Альма, это гражданский центр, который исследует именно Ливан, Хизбаллу и так далее, очень классный, кстати, у них есть свой телеграм-канал, они прямо вот сразу первые, кто дали информацию, какая ракета была выпущена. Ракета типа Земля-Земля, называется она Кадер, это иранская ракета, естественно, которая находится в наличии у Хизбаллы, и это ракета, которая долетает, естественно, до центра. Поэтому сбивала ее необычная система. Кстати, Кипад Борзель сбивает, Железный Купол сбивает такие ракеты тоже, но принято решение, что вот ракеты такой дальности сбивает у нас система второго эшелона, то есть первый эшелон это Кипад Борзель, второй это Проща Давида, так называемый, на верите Келя Давид. Не будем вдаваться в подробности, в чем разница, но эта система должна сбивать ракеты, которые летят чуть дальше, чем те, что сбивает Кипад Борзель, это просто вот прямо упрощая вещи, чтобы мы понимали и чтобы вы понимали, что защита есть. Но, несмотря на всю эту защиту, я думаю, вы наблюдали в течение дня, что было несколько падений. Сегодня очень сильно отхватил, к сожалению, ЦФАТ, но ЦФАТ вообще много отхватывает. Кстати, по какой причине, если кто-то задается вопросом, почему именно ЦФАТ? Вы не задаетесь вопросом, почему именно ЦФАТ? Потому что около ЦФАТа находится Пикуд Цафон. Это, кстати, информация открытая, ничего такого не говорю, все об этом знают. Находится, они и сами открыто говорят, командование Северного округа. И вот они целятся по нему, по сути. Ну, прилетает в основном ЦФАТ, и сегодня было падение в ЦФАТе. Чудом никто не пострадал, потому что попало в дом, в котором не было, нету мамада, нету защищенного пространства, нету меклята, ничего. Просто семья там не находилась в этот момент, просто семи там не было. А соседняя, соседская семья была в соседнем доме. Они немного пострадали, но это было не прямое попадание, они просто пострадали от ударной волны. Второе падение, которое сегодня было зафиксировано, это как раз где-то очень рядом со мной, где я живу. И, может быть, кто-то из зрителей живет. Город Нария. Рядом есть так называемый Кибуц Саар. Это Кибуц, который находится прямо вот на границе между... Севернее от Нарии, буквально вот как только покидаешь Нарию, сразу начинается этот Кибуц. Я считаю, мое личное мнение, почему попало, почему там было падение, там попало тоже в Кибуц, и были ранены двое, кстати, израильских арабов, которые работали на щепуцим, на ремонтах. Они, наверное, просто решили никуда не эвакуироваться, просто продолжали работать. И, к сожалению, пострадали, но вроде как один был тяжело ранен, но уже его состояние стабилизировано. То есть никто сегодня, слава богу, не погиб. Мое мнение, почему все-таки упало, потому что на Арии сбивают, над Хайфой вообще, над Севером сбивают ракеты. Как вы знаете, ракеты, Кипада Баразель в частности, так построено, что высчитывает траекторию, если ракета летит по вот этому секундному, даже меньше, просчету. Если она летит в открытую местность, то ее не сбивают. Ну, это понятно, лучше пусть упадет в поле где-то, чем сейчас потратить там 100 тысяч, 50 тысяч долларов на эту ракету. В среднем так стоит одна ракета. Тамир, чтобы вы знали, одна ракета, перехвачек стоит 50 тысяч долларов. Это к вопросу о том, когда говорят, ой, знаете, в комментариях хейтеры, зачем на какую-то болванку тратить такие деньги? Ну, потому что выплаты семьям, не дай бог погибшим и так далее, во всем подсчете намного дороже выходят. Не только выплаты, вообще человеческая жизнь нельзя ее как-то оценить. Но даже если мы уберем вот этот фактор, а чисто будем цинично рассмотреть на цифры, то, не дай бог, если погибает человек, страна в итоге платит намного больше со временем. Поэтому, конечно, в любом случае, при любом раскладе, ракеты эти надо перехватывать. Поскольку этот кибуц находится прямо на границе с, что называется, открытой местностью, да, после него вот идут поля. Кто знает север, тот понимает, о чем я говорю. Идет поля, поля, а потом там, в общем, уже начинается там Гешразив и так далее, другие поселения, которые защищены. И, может быть, система рассчитала, что вот это открытая местность. Может быть. Я, конечно, не специалист, но мне кажется, как бы такой вариант возможен. В Кибуцар люди были в Мамаде, как же так, почему они пострадали? Серьезно, я сейчас объяснил, почему. Я не буду повторяться, ребят, слушайте внимательно. Это были рабочие ремонты, которые делали, они никуда в Мамад не ушли. Они не были в Мамаде, насколько я знаю. И сейчас скажу такую вещь, но нужно быть очень-очень осторожным, чтобы не обобщать. То есть, все, что касается техники безопасности, у арабов чуть-чуть есть, я буду сейчас очень политкорректен, чуть-чуть есть такое пренебрежение этого. Не только касаемо войны, а вообще во многих вещах. Вполне возможно, что они просто никуда не эвакуировались, вот и все. Я не знаю, не хочу наговаривать, потому что если бы они были в Мамаде, ребят, никто бы не пострадал. Поверьте, никто. Так что тут есть как бы причины полагать, что они там не были. Также сегодня впервые был запущен залп, не залп, а были, звучали сирены в Натании. Кто из вас из Натании, может тоже маякнуть. Ну, что делать? Впервые вчера в Зихрон-Яакове было, где-то там Атлит, еще где-то город. То есть, постепенно мы видим, что Хизбалла что делает? Они расширяют вот этот диапазон обстрелов. И это, опять же, было очень очевидно и понятно, что... Давайте говорить так, если бы этому всему не предшествовали наши действия нескольких дней, вот этих 5, 6, 7 дней, а мы отсчитываем 7 дней сначала пейджеров, так называемых, это было неделю назад, то Хизбалла сегодня намного больше бы обстреливал 100% тот же центр и север еще больше. Это однозначно так. Поэтому, конечно, у них есть эта возможность. Давайте говорить так, по цифрам ЦАХАЛа, ЦАЛ обнародовал цифры. Опять же, насколько они точны, я просто дублирую то, что говорят в армии, что около 50% ракет Хизбаллы средней, короткой и средней дальности уничтожены. Склады и так далее. И я не знаю, как этот подсчет ведется, есть разведка и так далее, потому что этот банк целей, складов набирался годами. Чтобы вы понимали, все, что мы сейчас видим, все эти бомбежки, да, ведь наш ВВС не просто бомбит, а бы как. Есть заготовленный банк целей, который набирался, набирался, набирался. Есть даже отдельное целое отделение, так и называется, банк целей, целое подразделение такое в армии. А есть цели, которые реализуются, которые формируются в реальном времени. Все это сводится к разведке и так далее. И потом это все очень быстро, буквально пару дней, как вы видите, более 2000 целей было поражено. И, наверное, какая-то калькуляция в этом есть и могут примерно какой-то коэффициент вывести. Это раз. Второй момент. Не факт, что сам насрало, знает, что у него еще осталось в арсенале. Почему? Потому что после вот этих всех пейджерских историй, раций и так далее, после уничтожения всей боевой верхушки Хизбаллы, после ударов по главе ракетных сил Хизбаллы вчера, который был Кабиси, был ликвидирован вчера в Бейруте. После всех этих ударов за эту неделю не факт, что у них есть вот эта внутренняя четкая связь и понимание, и вообще, что происходит в организации. Все равно это как гидра в этом плане. Они могут и автономно действовать, поэтому, естественно, они тоже стреляют, но очень сильно нарушена их эта внутренняя связь. И что еще важно подметить? Такой интересный момент есть. Говорят, что сегодня, скорее всего, он бы... Не то, что говорят, но предполагают в армии, что он бы хотел больше запустить ракету по центру, ни одну ракету, спустя такую унизительную неделю с его стороны. Давайте говорить так. Эта неделя... Я не побоюсь этого слова. Лично я так считаю. Не знаю, может быть, какие-то специалисты по-другому считают. Я считаю, из того, что я знаю, из всей истории нашего конфликта, я немного разбираюсь в этом. За всю историю Хизбаллы, именно Хизбаллы, начиная там с начала 80-х, с их формирования, через весь наш конфликт, когда мы находились внутри, там, да, вот почти 18 лет. Потом в 2000 году мы вышли из Ливана. В 2006 году, во-первых, когда мы вышли из Ливана, еще продолжались теракты на границе. Был теракт в 2000 году. Погибло двое солдат, по-моему, если не ошибаюсь, или трое. Потом был 2006 год, который спровоцировал войну. То есть они тоже похитили, они сделали теракт, диверсию на границе, в результате чего мы ввели сразу войска. Но это была вторая Ливанская война, так называемая. Вот за все это время, можно сказать, что вот эта неделя, начиная с пейджеров и заканчивая вот сегодняшним днем, а, как говорят, вечер еще длинной, наиврите. Ночь, точнее, еще длина. Это самая неблагополучная неделя для них. Удар за ударом. И я не говорю это потому, что я там а-ля патриот. Нет, я говорю просто как есть. Мы, как видите, тоже нам прилетает, но это не то, что он бы хотел бы видеть. Это не тот ответ, не та месть, которую он хотел там отомстить за своего, этого главу генштаба своего, которого мы ликвидировали в июле в Дахи. Дахи – это район в Бейруте. И что интересно, что район Дахи когда-то считался самым безопасным районом для Хизбаллы, потому что было некое уравнение, что Израиль не ударяет по этому району уж точно. Не то, что в мирное время, но вот вообще. Пока вот у нас нет никакого конфликта. Последний раз, когда ударяли, это был 2006 год. И с того времени сколько лет прошло? 18 лет, и они себя довольно-таки там безопасно чувствовали. Сегодня это самый небезопасный район. Это их главный район, как штаб-квартира своего рода. И, как мы видим, там была уничтожена и верхушка силы Радуан, и его главнокомандующий штаба, и начальник ракетных войск, и так далее. И я уверен, что не последний, кто там будет ликвидирован. Поэтому говорят, что, может быть, насрало не факт, что он там находится, в дахе и в бункере, как раньше предполагали. Может быть, он вообще где-то в Тегеране. Никто точную информацию дать сейчас не может на этот счет. Но было такое высказывание, по-моему, со стороны нашего главы штаба, начальника штаба РЦ Олеви, который сказал, что нет святых коров. То есть все на прицеле, да, Хизбаллы. Ну, намекая на то, что если надо, и он насрало тоже в этом списке. Поэтому, безусловно, это как бы успешная неделя для Израиля. Как бы вы ни смотрели на эту ситуацию, на все наши эти прилеты, все-таки нужно смотреть правде в глаза, имея систему защиты ПРО, которой не было в 2006 году, имея огневую мощь, которой не было в 2006 году. Я еще раз повторю то, что я говорил несколько дней назад на своем канале. То, что Израиль сделал три дня назад, помните, вот этот день массированных ударов, более 600 ударов, тысяча, извиняюсь, не за один день, тысяча ударов. Ну, это примерно, наверное, вот весь месяц нашей войны в Ливане, второй Ливанской войны, примерно было вот таких объемов. Сегодня армия может это делать день-два. Огневая мощь просто бешеная. И то, я уверен, что это еще не весь потенциал, далеко не весь потенциал. Потому что мы выбрали немного другую тактику. Мы на протяжении всего этого года. И может быть и правильно, потому что когда вот многие жаловались, почему в Ливане начинают операцию, помните, вот все там, север эвакуированный, все жаловались, бубнели. И я когда-то тоже возмущался. Но сегодня я понимаю, что всему свое время, во-первых, действительно за этот год армия подготовилась. И сейчас мы поговорим про то, что дальше может быть, потому что об этом уже говорят. За этот год мы потихоньку, постепенно, несмотря на то, что мы эвакуировали своих граждан, то есть мы сразу сократили на нет риск вторжения в Галилею и вот то, что произошло 7 октября. И каждый день методично мы тоже бомбили склады. То есть мы как вот этот апельсин чистили, 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 чистили его на протяжении целого года по чуть-чуть. Последнюю неделю мы просто начали еще агрессивнее его чистить. Но мы просто их раскладываем. Вот не разом, как бы когда входишь с всей огневой мощью, а это все было постепенно в такой шкале эскалации. Такая шкала эскалации, которую мы каждый раз поднимали, поднимали, поднимали ставки. И тем самым, это знаете, как вот греть, не сразу в кипяток бросить, а на медленном огне потихоньку поднимать температуру. Вот то, что Израиль делал и сейчас делает, и сейчас мы доходим до вот этого кипения. И это хорошо, потому что, с одной стороны, мы не перешли с нуля до ста, вот резко, да, и для людей это хорошо. Смотрите, несмотря на то, что, опять же, весь год мы в военном положении, согласитесь, я сейчас скажу такую вещь, будьте внимательны, согласитесь, что сегодня, особенно жители Севера, не особо чувствуют разницу. Я извиняюсь, конечно, мне прилетит комментарий, Тимур, да вы там это, я знаю этих умников, но я еще раз скажу, согласитесь. Теперь представьте себе, будьте внимательны, я сейчас серьезно говорю, вот на секундочку, представьте себе, что все, что мы имеем сегодня, было бы с нуля до ста. То есть вот ноль, нет войны, нет обстрелов, бум, один день, и мы вот ракеты, мы херачим, а не херачим. Это было бы совсем другой стресс для людей. Вы согласны со мной? Если нет, пишите. И когда я говорил, что, и когда мне писали, Тимур, а наступит война, наступит война, я говорил, ребят, война уже идет, все, что изменится, вспомните мои слова, все, что изменится, это то, что просто будут подниматься чуть-чуть обороты, но вы это не будете сильно ощущать. И я опять же не пренебрегаю чувствах, там, не знаю, ранимых людей, которые в жизни ракету не видели. И 10 тысяч постов в сторе стоят, а, ракеты, ребят, ну в Израиле, камон, это нормальное дело. И, ну, я понимаю, что, да, неприятно, да, вдруг там здесь сирена, там сирена, в хайфе сирена. Но я не могу сказать, что это резко, это переход с нуля до ста. Это не переход с нуля до ста. Нельзя сказать, чтобы мы психологически не были к этому подготовлены. Это мое мнение. Ну, сейчас же закрывают сады. На севере не работают, по-моему, детские сады, школы. Окей, идем дальше. Я пишите вопросы, потом отвечу. На данный момент нет никаких переговоров, не ведутся, несмотря на какие-то вбросы. Я думаю, может быть, вы где-то видели какие-то вбросы, что якобы есть какое-то... Что-то там говорят про переговоры между нами Хизбалой. Их нет. Во-первых, на протяжении всего года были попытки, как вы понимаете, дипломатически решать этот вопрос. Сюда этот бедный Амус Охштейн приезжал 10 раз на день. Его гоняли как... Как это, в бане, не помню. Туда-сюда, в общем, с ним вообще никто не общался со стороны Ливана, с Хизбаллы. Он общался с ливанцами, с официальными лицами Ливана. Там кто-то из их парламента. Естественно, никакого влияния они на Хизбаллу не имеют. Поэтому на данный момент наши официальные лица говорят, что нет никаких переговоров между нами и Хизбаллой. И пока мы не достигнем нашей цели, пока мы не вернем наших жителей безопасно проживать обратно на север, мы останавливаться не будем. С их стороны более полумиллиона эвакуированных. Ну, эвакуированных, но громко сказано. Это Израиль нормальная сторона, которая взяла людей, эвакуировала, заплатила им за... Ну, платит за отели. Я понимаю, есть свои минусы в этом, безусловно. Никто не хочет оказаться на месте этих беженцев наших ребят, которых из домов забрали и расселили в других местах. Но какие-то пособия выплачиваются, что-то выплачивается. Ребят, здесь же просто люди сели в машину, в Ливане я имею в виду. Вы видели эти огромные пробки и просто поехали. И что вы думаете, Хизбалла им платят? Или кто-то вообще о них думает? Их принимают там где-то другие арабы. Христиане их не хотят принимать, потому что христиане не очень ладят шиитами, а это шииты. Сирия перекрыла границу, не хочет их принимать. Поэтому, что? Из якобы защитника Ливана, как он себя позиционировал насралом, защитник Ливана, он превратился в первого врага Ливана, который просто нарек, а сколько времени об этом говорили, что если ты не остановишься, это будет несчастье для Ливана. Ну вот, пожимают, что посеяли. И когда мне говорят, вот бедные люди, они же там ни при чем. Я понимаю, они ни при чем, но они шииты. Хизбалла – шиитская организация. Они их поддерживали. Многие их поддерживали. Многие соглашались квартиры свои сдавать для того, чтобы складировать там оружие. Поэтому я как бы, ну, понятно, что отдельно взятые семьи, конечно, есть люди, которые не причастны к войне, безусловно, их очень жалко. Но мы смотрим на большие цифры, и мы понимаем, что если такая организация так легко процветала без каких-либо проблем в Ливане, то, поверьте мне, ну, должна была быть какая-то поддержка. Если бы там было ноль поддержки, они бы не могли так спокойно там расцветать и быть хозяевами баринами. Не могли бы. Поэтому в какой-то мере эти шииты платят цену за то, что они поддерживали. Дальше. Мы готовимся по словам командира Северного округа и наш главнокомандующий штаба тоже все больше и больше говорят про то, что мы готовимся на верительство к слову Тимрун или Тимрон, и так и так говорят. Это маневр. Но когда говорят про слово маневр, имеется в виду наземный маневр, то есть ввод наземного войск. Готовятся к этому. Значит ли это, что это будет там в ближайшие дни, не факт. Потому что сейчас очень хорошо работает ВВС, идет смягчение, так называемое, но верите слово рекух, как и в секторе газа, если вы помните, три недели смягчали и потом заходили. И сейчас призвали еще две бригады Милюин на север, дополнительно к тем силам, которые там уже есть, целые дивизии. И целый год проводились учения. Целый год проводились учения на ввод войск. Поэтому никто не удивится, если это произойдет. Для этого и к этому и готовились. Это что касается Ливана. Сегодня тоже было поражено более 60 штабов разведки Хизбаллы. То есть не только их ракетных сил, там не только были удары нанесены по складам. То есть есть четкая программа у армии, четкие списки целей, есть приоритеты. И все это выполняется на высочайшем уровне. При минимуме, нужно это подметить, при минимуме сопутствующего ущерба. Окей, немного про юг. Такое ощущение, что чуть-чуть про юг как бы меньше говорят. И опять кто-то всегда должен, первый кто-то написать из вас, а что же по поводу заложников, к сожалению, ребят, пока, во-первых, Синуар не выходит на связь. Он пропал. Пока есть предположение, что может быть он был ранен или даже погиб при одном из наших ударов и так далее. А может быть и нет. А может быть он специально залег на дно. Но пока с ним нету связи. Поэтому все это как бы чуть-чуть заморозилось. Понятно, что параллельно наши силы ищут и прикладывают все усилия, чтобы достать какой-то кусочек информации. И как только он будет, все будет сделано для того, чтобы их освободить, как это было. И до этого любая возможность была реализована. И вы знаете, что были успешные операции. К сожалению, были и такие, то, что мы видели. Казнь шести заложников. Но, тем не менее, как бы на месте никто не стоит, никто не забил, не дай бог, на них. Все это параллельно делается. Завтра премьер-министр летит в ООН. Вообще, эта поездка откладывалась, потому что, ну, из-за всей нашей эскалации. Но в итоге принято решение, что все-таки он полетит. До этого хотели, что, может быть, полетел бы Исраиль Кац, это министр иностранных дел. Но, как я понял, полетит все-таки не Таньягу. Он выступит в этой ежегодной съезде вот этому ООН. И это даже хорошо для нас, потому что нам нужна это, скажем так, на уровне Азбары, чтобы он выступил, он умеет выступать. И какие бы сейчас опять не налетели в комментариях, как всегда, прилетают мне комментарии. Тимур, вы бибист и так далее. Я за Биби не голосовал, кстати. Но я просто считаю, что во время войны вот так вот идти против власти, просто из принципа того, что из ненависти чистой к власти, используя семьи заложников, я считаю, что это выше цинизм и это хуже, чем предательство. Вот и все. Я не бибист. Но нужно отдать должное. Выступать он умеет, отстаивать позиции на международной арене он умеет. Никто лучше этого пока в Израиле не делает. Поэтому он полетит туда, он выступит. Да, уже, естественно, его критикуют. Как это так? Во время войны он улетает. А как нет? Ну, он же летит не на отдых в Лос-Анджелес. Он летит в ООН, чтобы заткнуть рты тем, кто сейчас всю эту неделю, если я не знаю, если вы смотрели, всякую ересь несли про Израиль, включая этого придурка Гутерреша. Поэтому нужен такой человек, который придет, как в Конгрессе. Помните, он речь выдал? Вот чтобы он выдал что-то похожее, а он что-то похожее, поверьте, выдаст. Это нам нужно. И на это время, пока он будет там, временно исполняющий полномочия премьера-министра будет Исраиль Кац. Как раз в Израиле будет министр иностранных дел временно его заменять. Ну, там буквально 48 часов и он вернется. Это же не то, что он летит на неделю в круиз. Он летит, и вернется. Все просто. Тоже не понимаю вот этой вот паники вокруг этого и критики. Как будто бы Биби лично армией руководит. Есть генералы, есть министр обороны, есть все. Ну, максимум, если нужно принять какое-то решение, есть связь. В конце концов, мы живем в 21 веке. Я просто не понимаю, почему вот, если вы посмотрите там 12 канал и так далее, уже критикуют за то, что вот как это он так во время войны улетает. Он же не летит, он летит с целью выступить именно как раз в разгар вот этой нашей военной операции. Нужно, чтобы он четко на английском языке всю эту ситуацию, а он умеет, еще раз, я не говорю это из любви к нему, я просто говорю по факту, он умеет доносить информацию. Это его, наверное, суперсила. Вот, он в этом хорош. Не важно, какая у него там позиция политическая. Просто он в этом хорош. И в данный момент, когда у нас так сильно хромает Азбара, нужно, чтобы он полетел и высказал все это на английском и в шоу вот это выдал свое. Вот все очень просто, как он любит. Он 100% привезет с собой, помните мои слова, всякие какие-то плакатики, все это, пока он любит визуализацию вот эту вот. Он умеет, он оратор, он умеет это делать. Вот и все, он просто профессионал своего дела в этом деле. Уж точно. Так. Тимур, многие высокопоставленные военные, включая Нитариангу, говорят, что нас ждут непростые дни. Как думаешь? Я думаю, все очень просто. Лучше вас подготовить к плохому и будет неплохо. Согласись. Лучше сказать, будет плохо, ну или будет тяжело, надо там готовиться, но при этом будет среднее. И тогда ты скажешь, а мы молодцы, нежели сидеть и говорить, вы знаете, ребят, ну два раза в день сбегаем в Миклад и вернемся, а вы пять раз побегаете. И вы скажете, а что это нам два раза предупреждали, а мы пять побежали. Поэтому, естественно, как бы это ответственная позиция, кстати, не только там, ну вот говоришь, высокопоставленные лица, включая Нитариангу, это называется, наверное, выровнять линию, имеется в виду, как бы общую позицию иметь по поводу какого-то вопроса. Естественно, ну как минимум, это готовит людей к чему-то более ответственному подходу к этим дням, к тому, что происходит. Вот и все. Если ты кого-то спросишь, может быть, кто-то тебе сейчас скажет, что уже непростые дни. Это от человека к человеку зависит. Кто-то скажет, на нормальные дни, что я как бы, ну стреляю, при этом, не знаю, там работаю, слава богу, жена, дети здоровые. Понимаешь, это все дело как бы относительно, кто как-то на это смотрит. Простые, непростые. Пока мы не в том сценарии, который нам обещали. Это важный момент, потому что тут главное не оговориться. Это не значит, что не будут или не могут быть такие сценарии. Но тот сценарий, который вырисовывался годами Хизбалой, что сотни тысяч ракет ежедневно полетят на Израиль, еще не только со стороны Хизбалы и с других. Мы видим, что Ирак тоже запускает беспилотники, но они как бы сбиваются. И пока мы не там. Хотя мы со своей стороны, со стороны Израиля, очень агрессивно как бы ударяем по Ливану, но я имею в виду по целям. То есть наша цель не ударять просто по гражданским инфраструктурам. Мы ударяем исключительно по целям Хизбалы. При этом то, что делает израильская армия, это прям дежавю, как было в секторе Газа. Листовки. Звонят людям на арабском, объясняют, что нужно эвакуироваться, что там реально, рядом с вами склад или что-то в этом роде. Взламывают радио и предупреждают, взламывая радио. Ну какая армия в мире это еще делает? Вот скажите мне, кто? Какая? Уж точно никакая из тех, кто сегодня воюет, из тех, которая когда-либо воевала. Уж точно американцы не предупреждали Афганистан, афганцев. Уж точно француз Макрон. Нельзя мне это слово говорить, меня в политкорректности опять убьют. Но вот этот вот Макроник, извиняюсь за выражение, который нам сейчас, который поддерживает там Францию, когда он бомбил, ну не он лично, его страна бомбила Ливию, как нефиг делать. Вряд ли он ливийцам, его армия ливийцам вместе с коалицией, которая бомбила Ливию, звонили и говорили, а покиньте ваши дома, там вот рядом армия Каддафи находится. Нет, никто этого не делал. Ни одна армия из продвинутых, я не говорю вообще там армии, я говорю про НАТО, которые входят в силы НАТО, и уж точно американская армия. Ни одна. У них вообще все очень просто. Сначала фигачим, потом задаем вопрос. А потом приходим и говорим, ой, а мы ошиблись, там вообще ничего не было. Пробирка пустая была. Оказывается, нету неконвенционального оружия. Упс, полустраны снесли. Ладно, я сейчас не буду про это, я про то, что, и когда им это говорят, у них сейчас такая интересная позиция, вот как Байден сказал, ну, мы делали ошибки, мы не хотим, чтобы вы эти ошибки повторяли. Классная позиция, очень классная позиция. Это вам на вооружение. Окей. Если кто-то будет вам что-то проявлять, скажут, ну, мы делали ошибки, мы не хотим, чтобы вы их повторили. Поэтому, как всегда, то, что можно всему миру, Израилю нельзя. Израиль в этом плане должен быть, продолжать быть, настаивать на своем и все-таки свою линию гнуть. И слава Богу, вы знаете, ребят, уже почти год прошел. Можно сказать, что все-таки мы сегодня находимся спустя год, учитывая, какой у нас был старт, если брать 7 октября как старт. То есть, мы как бы с минуса начали. И сегодня мы безусловно в плюсе, опять же, учитывая все жертвы и все это. Но в плане безопасности, и, во-первых, это еще не закончилось, это все еще идет. И наши враги остаются пока еще здесь. Но мы видим, что постепенно-постепенно возвращается тот дух силы Израиля, которого раньше так боялись враги. Мы это сегодня видим. Не просто так Иран отказал Хизбалле в помощи. Ну, есть такая информация, одна из американских газет, что якобы Хизбалла обратились к Ирану за помощью. Иранцы сказали, нет, сейчас у нас ООН, там у нас выступление, вот этот президент, их новый, Пашьян, как его там зовут, он сейчас ездит, со всеми улыбается, десно шарахается. Может быть, они даже сейчас немного будут менять свою тактику в отношении западного мира. Это, конечно, тоже хитрая их позиция. Это арабская такия, такия это мусульманная, есть такой метод обмана, что называется, то есть, ну, это как бы обманывать, вводить в заблуждение в целях выживаемости, скажем так. Такия или такия, я уже не помню, какое там ударение. Поэтому, вполне может быть, что это все в рамках как бы того, чтобы их оставили в покое, они спокойно доделали свое ядерное оружие, но, по факту, они не помогают Хизбалле. И мы видим, что спустя год почти то, что сегодня происходит в Ливане, то, что Израиль начал вот эту интенсивность, подготовился долго, было время все это взвесить, все проконтролировать, это сегодня все реализуется и реализуется, поверьте, на очень хорошем уровне. Поверьте. Каждый день эфира я вам надоем. Нет запроса, просили бы, если кто-то писал бы хотя бы хоть один раз. Так, судя по сегодняшнему спросу на продукты в Раме Леве, очереди в касты несколько часов, может быть, перед праздниками. Рамалё. Ребят, вот лишняя паника. Вы знаете, я вообще не вижу никакой паники. Помните, до этого говорили, там генераторы все закупают. Я не знаю, может быть, я живу в другом Израиле, чем вы. И опять же, не пытаюсь, как бы, ну, с розовыми очками. Поверьте, я последний человек, который будет розовыми очками смотреть на Израиль. Мои ученики знают, иногда такие вещи высказывают по поводу Израиля, по поводу коррупции, которая у нас здесь царит. Куда ни глянь, есть свои минусы и нужно на них реально смотреть. Никто об этом не говорит, что этого нет. Но есть вещи, которые вот, ну, у меня не настолько, не настолько замылен глаз, чтобы вот сидеть и вам тут врать, да, например. Какой, каких-то паники, ничего. Единственное, что я замечаю, да, и это нормально, естественно, меньше движения, там, например, машин на севере. Вот я там сегодня в Хайфон ездил, дороги более свободные, не пустые. Ну, окей, мы все-таки в войне и многие остались с детьми дома, не забывайте, потому что школы не работают, значит, меньше машин на трассе. То есть, всему я свое объяснение и это нормально. Но назвать это какими-то там очередями, поверьте, в корону было намного больше очередей, когда там кто-то утку кинул, что бумага закончится и все побежали за ней. Я до сих пор радио не купила. Вот, да, именно то. Отсутствие воды и вольт, а какую воду заказать? А, окей, вольт. Вольт это эти, синенькие. Мы в нашем севере, у нас на Ри, вообще вольта нет, ну, потому что тут маленький город относительно. И это хорошо, потому что, когда он есть, ты начинаешь нам заказывать бесконтрольно. Мало того, что нездорово, так еще и дорого. Сами готовьте, вольт. Сам себе вольт. Ребят, если есть еще вопросы, давайте говорите, если нет, идем спать. Готовиться ко сну. На этой прекрасной ноте, что хочется сказать-то, война войной, а иврит по расписанию-то. У меня в октябре стартуют два флагманских курса. Первый, алиф и алиф плюс, два в одном. Второй курс уровня, блядь, гимель, два в одном. Все еще есть места. Количество мест ограничено, до 10 человек. Можете присоединиться. Я не думаю, что ситуация сильно изменится. В любом случае, мы здесь надолго, иврит здесь надолго. Это наши враги понимают тоже. Так что, зеу, хевре. Спасибо, что написали, ских городов. Вначале было очень прикольно. У нас был Берлин, Италия, Верона. Какие еще были города? Одесса была. И за границей. Петахтикова и за границей. Над Петахтиковой всегда прикалываются. Сегодня над Натаней тоже прикалывались, что... Натаня же, у нее такой стереотип, годами стереотип, что это криминальный город. Ну, годами, да. Мне кажется, сегодня все города по криминальности не уступают друг другу. Но этот стереотип остался, и все эти шутки на тему того, что им попала ракета, и стоит Агари, и написано, знаете, до Верцали, Агари, и внизу написано красно, ну, просто зафотошоплено. Мы очень просим жителей Натанья не вмешиваться, армия Израиля сама разберется. Окей. Кирят ям, Белиси, нахон Белиси. 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 Йофи-йофи. Ребят, очень ценно, очень. Сан-Франциско, Санкт-Петербург. Блин, как же круто. Все, будем наши эфиры начинать с переклички городов, потому что это очень круто. Ну, мне очень приятно, честно вам скажу. Зел, ла латов, а, ну, короче, будьте бдительны, да, как всегда. Слушаемся командование тыла, указания командования тыла. Кстати, все обновления по указаниям, я же веду официальный канал командования тыла на русском языке, если кто-то не подписан, просто напишите в телеграме командование тыла, переходите, подписывайтесь, там не отраот, то есть там не оповещение об обстрелах, нет, но все, вся информация, полезная информация, обновление каких-то указаний там есть, и поэтому важно подписаться и быть в курсе их. Окей, амисраэль хай, я ходни на цех. Всего доброго, друзья. Спасибо за то, что пришли, я думаю, через пару дней выйдем в новый эфир.